Тяжело в учении, легко в бою. 60 с лишним убежищ, но большая часть, прямо скажем, в плохом состоянии. Зато на НТМК, увы за и ряде других предприятий, с защитными сооружениями порядок. В защитных сооружениях должны укрываться, в первую очередь, наибольшая работающая смена. Вот для наибольшей работающей смены у нас защитных сооружений хватает. Для всего населения пока нет. Население, основной способ защиты, это эвакуация в безопасные районы. Вот над этими вопросами и над первым, и над вторым мы, конечно, работаем постоянно. Убежище для, так скажем, рядовых, неработающих горожан в федеральной собственности. А Росимущество на баланс города их не передает, да и денег на содержание тоже не выделяет. Так оставаться дальше не может. Ведь в случае что-то надо же укрывать население. И, конечно, на сегодня эти вопросы пока не решаются. Ни на областном, ни на федеральном уровне. Но и использовать их не по назначению тоже на территории города не допускаются. Что допускается, а что нет, отчитывались сегодня специалисты. На старателе в ДК «Космос» рассказали, как функционирует в Тагиле система гражданской обороны и как работает городское звено российской системы по ЧАЭС. Как выяснилось, например, во время плановой проверки системы оповещения в Ленинском районе не сработало 7 сирен. Износ того же парка пожарной техники составляет 60%. На случай военного режима не то, чтобы культурные ценности некуда эвакуировать. Вопрос резерва продуктов полностью не решен. Неслучайно акценты расставили на недостатках, прозвучало сегодня. Необходимо оголить проблемы, чтобы в следующем году их обязательно решить. Касается это, например, и «Современника». 16 декабря концертный зал закрыли по предписаниям Госпошнадзора. Проблема та же. Нет современной пожарной сигнализации. Точно так же, как и в «Юбилейном» и в городском дворце молодежи. Вопрос о приостановлении деятельности пока открыт. Но вердикт может быть суровым. Закрыть на два месяца. Такой на себе уже испытывал драматический театр. Его закрывали в прошлом году в декабре. И новогодняя кампания обошла стороной храм искусства. В этом году все нарушения исправили. Но опять же, попасть на новогодние ёлки сюда будет сложно. Почти все билеты уже раскупили. Чтобы в зале был аншлаг, потребовалось 2,5 миллиона рублей. Другими словами, именно такая сумма ушла на то, чтобы вместо старой пожарной сигнализации установить новую, отвечающую всем требованиям. Немало сделано, но и многое ещё предстоит, чтобы культурный центр города был ещё и безопасным. Есть так называемая дренчерная и сплинклерная система пожаротрушения. Вот, как вы видите, я уже в этих вопросах специалист. Это автоматическая система пожаротрушения. У нас сметы готовы. Эта работа стоит 4,5 миллиона. Где брать деньги, вопрос решён. Ещё летом утвердили программу на 2011-2013 года. Цель – снизить число пожаров, а их в этом году было более 200. Уменьшить ущерб и повысить противопожарную грамотность населения. Очень приятно констатировать, что программа рассчитана на 3 года, но что первую сумму средств 34 миллиона уже заложили в бюджет следующего года. То есть те мероприятия на эту сумму, которые содержит программа, мы уже сможем реализовать фактически, а не на бумаге, которые будут прописаны. Нижний Тагил – один из первых городов России, где приняли такую программу. И, кстати, несмотря ни на что, в Свердловской области Нижний Тагил занимает третье место по состоянию пожарной безопасности, говорит Валентина Исаева. На втором – Каменско-Уральский, в лидерах – Екатеринбург. Единственное, за что покритиковали город Нижний Тагил – это наша станция скорой медицинской помощи, где произошло сокращение шести врачебных бригад. Эти и другие проблемы, связанные с пожарной безопасностью, решит целевая программа. На 3 года объём финансирования – 106 миллионов рублей. Денег много не бывает, но, как говорят специалисты, радуют, что администрация города на безопасность тагильчан глаза не закрывает. Кирилл Бортников, Константин Понюхин, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ.